Сегодня на библейском портале «Экзагет» мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать книгу «Исход», 1 глава, 8 стих. И, отталкиваясь от этого текста, мы зададимся вопросом, почему фараон и египтяне забыли о благодеяниях Иосифа? Давайте прочитаем этот стих. «Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Как такое могло быть, что появился царь, который почему-то не знал Иосифа? Из книги «Бытия» мы узнаем, что Иосиф – это тот человек, который спас Египет от голода. Он получал от Бога указания, очень ценное наставление, истолковывал сны фараона и понял, как выйти из ситуации. Было несколько лет, когда был прекрасный урожай, но Иосиф знал, что это сменится засушливыми годами, когда будет хлебный голод. И когда были хлебные годы, он делал запасы хлеба, чтобы, когда наступит засушливое время, египтяне смогли бы выжить. И они не просто выжили, они обеспечивали хлебом окрестные племена, имеются в виду те племена, которые кочевали между Месопотамией и Египтом, так называемой Ибру, и все благодаря Иосифу. И давайте вспомним, как в 41 главе книги «Бытия» действовал фараон, когда он узнал, что правильный план, как себя вести в такой сложной ситуации, есть только у пророка Божия Иосифа. 39 стих и ниже. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над сею землю египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел ввести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним. Преклоняйтесь. И поставил его над сей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни рукой своей, ни ногой своей во всей земле египетской». Это книга Бытия, 41 глава, с 39 по 44 стих. Мы видим, каким величием обладал Иосиф при жизни. И неужели такое может быть, «И восстал в Египте новый царь», читаем мы в книге Исход 1, 8, «Который не знал Иосифа». Есть такая пословица «У язычников короткая память на добро». Поэтому, отталкиваясь от этой пословицы, мы можем сказать, что он, конечно же, этот новый фараон знал, кто такой Иосиф. Но он делал вид, как будто не знает. Он делал вид, как будто ничем он не благодарен этому народу, из которого вышел этот человек. Чему может научить нас этот урок? Он учит нас тому, что в этой жизни мы прежде всего и всегда должны возлагать надежду на Бога. В Боговдухновенной псалтире царя Давида, по имени Господи, царя Давида и всю кротосего, сказано, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в них нету спасения. А у пророка Исаии мы находим восклицание из уст Божьих. Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его. Особенно опасно, когда нас начинают прославлять, восхвалять сильные мира сего, никак не связанные с нашей религиозной традицией. Отношение власти, как и отношение язычников, это то, что всегда переменчиво. Библия обнаруживает переменчивость даже в самом еврейском народе, который был воспитан патриархами и пророками. Когда Господь наш Иисус Христос входит в Иерусалим, то весь народ восклицает «Асанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне». Но пройдет всего несколько дней, и, возможно, те же самые люди, скорее всего, так будут кричать «распни, распни его». Новый фараон знал, кто такой Иосиф, «Но он делал вид, что он не знает». Поэтому, когда мы пытаемся обустроить свою жизнь, особенно если это связано с какими-то церковными программами, не надо возлагать всецело надежды на людей этого мира. Сейчас они настроены благожелательно и хотят поддерживать наши инициативы, а через какое-то время никакого интереса, никакого желания действовать в этом направлении. И этот новый фараон, он поведет себя неблагодарно не только по отношению к Иосифу, как к пророку Божию, но и ко всему народу и станет тираном и угнетателем. Книга «Исход» – это книга победы над тиранией, книги. Это книга освобождения. Поэтому исследуя трудные места этой книги, мы из каждого трудного места, как из некого ремиса, намека, можем выучить новый для себя урок. Потому что сложные места для того и существуют, чтобы остановить внимание читающего и заставить точно понять, выучить этот урок к нашему назиданию, наставлению, увещеванию, а иногда и обличению. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.